Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом. Согласны? Мы нет. Limitless iJoy как раз не повторяются, а делают всё, чтобы стать уникальными. Начиная от Limitless RDA, которая меняет цвет при нагреве, и до героя сегодняшнего обзора, имя которому Limitless XL. iJoy уже обрели свой стиль, который выражается и в подаче продукта, и в варианте упаковки. Все последние устройства продаются в одноформатных коробках с разным цветовым оформлением. Кроме испарителей и запасных частей, в ней вы найдёте ещё и две обслуживаемые базы с довольно интересными намотками. Выглядит бак устрашающе. Размер Limitless XL подчёркивает внутренняя деталь, выполненная в форме этих букв. Но на этом не всё. После неё взгляд падает на широченную шахту. В общем-то, всё здесь кричит о том, что этот бак для сумасшедших. По сути, это так и есть. Limitless iJoy изменили правила игры и сделали испаритель на четыре спирали, который может спокойно переваривать все 215 ватт. Но насколько это важно в реалиях, когда большинство парит на мощностях не выше сотни? Для нас оптимальным оказалось значение в районе 120 ватт. Кстати, вам не показалось. Это действительно светодиод. В баке. Скажем честно, наличие пайки около воздуховодов вызывает только сомнения. Олова и свинец, которые содержатся в припое, могут негативно сказаться на здоровье вдыхающего. Поэтому мы не советуем использовать такие испарители. За счёт широкого дриптопа, такой же широкой и высокой шахты, пар становится более прохладным, и использовать бак на большой мощности довольно комфортно. Однако всему есть цена. При таких габаритах бак вмещает всего 4 мл жидкости. Не меньший восторг вызывают и обслуживаемые базы. Первая рассчитана на две спирали и позволяет использовать достаточно массивные намотки. Места для этого достаточно. Расстояние между стойками сравнимо с Петри В2. База на одну спираль расширяет возможности по сравнению с двуспиральной, ибо места там ещё больше. Просто забавы ради мы намотали сюда фьюз клептон с двумя твистеджилами, обёрнутыми скрученным 0.1 нихромом. При этом парить такой билд вполне комфортно в районе 90 ватт. Однако если мотать сюда что-то более адекватное и менее массивное, то советуем использовать топкэп с отверстием для 510 дриптипов. Он вполне себе восстановит вкус, который убавится со снижением мощности. Вдобавок можно и прикрыть обдув выполненной в форме вентилятора. И тут небольшой нюанс. Исполнение нижнего забора воздуха. Из-за него на коннекторе скапливается конденсат, что может печально закончиться для вашего мода. В результате получилось инновационное устройство, извращённое маркетологами и фанатами экзибита. Тем не менее, Limitless XL — интересный и производительный баг, который подойдёт, наверное, лишь опрятным водителям-клаудчейсерам, которые не хотят закапываться за рулём. Мы благодарим VapeTiger за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.